Подняться на высшую точку при Каспийской низменности. Такую цель поставили волжане участники экспедиции, организаторами которой выступили депутаты регионального парламента и Волжской городской думы. Восхождение на гору Багдо, что в Астраханской области, они приурочили к Дню Конституции России. Его в нашей стране отметили накануне, 12 декабря. Затем, как проходила эта необычная акция, наблюдала съемочная группа нашей телекомпании. С подробностями Екатерина Караваева. Первым пунктом поездки на Нижний Баскунчак стало посещение местного природного музея. Здесь собраны образцы животных и растений Багдинско-Баскунчакского заповедника. Среди экспонатов такие редкие представители фауны, как Сайгак и Стрепет, обитающие в этих местах. Все участники экспедиции с интересом слушали рассказ экскурсовода о заповеднике и посмотрели научно-популярный фильм о местной природе. На память о своем визите волжане преподнесли главе администрации Нижнего Баскунчака благодарственные письма и ценные книги. Экскурсия запомнится надолго, признались участники забега. Особенно их заинтересовала информация о горе Багдо, на которую предстояло совершить восхождение. Она у нас растет с каждым годом на миллиметр. За счет того, что под горы Багдо есть у нас соль. И она как бы выталкивается на поверхность, поэтому она растет. Гора Большой Багдо является наивысшей точкой при Каспийской низменности. Она поднимается на 170 метров над уровнем озера Баскунчак. Багдо еще называют поющей горой. Из-за того, что ее юго-западный склон покрыт небольшими пещерками, сотами и выемками. Когда здесь гуляет ветер, гора гудит. И для спортсменов, и для депутатов-единороссов восхождение на Багдо имеет особое значение. Волжское местное отделение решило таким образом привлечь внимание горожан и общественности к тому, что сегодня день Конституции, но, к сожалению, для очень многих людей этот день не значит практически ничего. Мы считаем, что это не так, что это должно быть праздником, и этот праздник должен быть в каждой семье. Мы готовы вообще всегда штурмовать постоянно новые объекты, новые какие-то препятствия и ориентиры. Сейчас у нас нас переполняют эмоции, что мы пробежим около 10 километров вокруг горы Большой Багдо. Конечно, готовы. Доказательство тому, что мы здесь сегодня не одни совместно с политической партией «Единая Россия». Не прошло и получаса, как все участники забега, посвященного Дню Конституции, оказались на вершине горы Большой Багдо. Слева раскинулось знаменитое соленое озеро Баскунчак. От вида, открывающегося сверху, просто захватывает дух, признались волжане. По их словам, восхождение на самую высшую точку Нижнего Баскунчака – это один из самых неповторимых моментов в их жизни. И лучший способ отметить День Конституции. У каждого человека, наверное, есть выбор, как отпраздновать праздник, как отпраздновать выходные. И выходные, связанные с активным видом деятельности, я считаю, что это помогает здоровью нации, помогает воспитывать прекрасное наше поколение. К слову, проводить различные спортивные мероприятия стало для Волжского местного отделения партии «Единая Россия» доброй традицией. По инициативе депутатов регулярно проходят любительские и профессиональные забеги, а также проводятся выходные дни акции, посвященные спорту и здоровому образу жизни. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Астраханской области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...